Телекомпания Ветта представляет Легенды губернского города Партнер проекта, крупнейший поставщик портирных тканей фурнитуры, текстильная долина Ровно 105 лет назад в Пермской тюрьме оказался человек, через несколько лет ставший известным всей стране, да можно сказать всему миру Он родился в Нижнем Новгороде в семье Сапожника И видимо сильны были детские воспоминания, надолго запомнились ему запахи мастерской И товарищей по партии Яков Михайлович Свердлов призывал носить кожаные куртки и кожаные сапоги По ним узнавали чекистов, комиссаров Но мы забежали вперед В Пермь, в Мотовилиху Свердлов приехал восстанавливать большевистскую организацию Ведь после декабрьского восстания 1905 года многие оказались за решеткой Кто-то вместе с легендарным Александром Убовым ушел в леса, откуда совершались дерзкие вылазки Кто-то растерялся Однако арестовали и самого Свердлова Вообще он прожил недолгую жизнь, однако успел многое Активно участвовал в подготовке восстания в Петрограде в 1917-м Был инициатором создания курсов пропагандистов и агитаторов Впоследствии института имени Свердлова Участвовал в подготовке первого конгресса Коминтерна По рекомендации Ленина Яков Михайлович становится председателем ЦИК Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Секретарем ЦИКа партии А когда Владимир Ильич был ранен на митинге на заводе Михельсона Свердлов некоторое время по сути дела руководил страной Вернее теми территориями, которые контролировали большевики А вот смерть Свердлова загадка Считается, что он тяжело заболел во время агитационной поездки Но уже в годы перестройки смелые и петливые исследователи Начали, ссылаясь на некоторые данные, утверждать Якова Михайловича забили насмерть прямо во время митинга Не дошли до голодных, раздутых, раздетых людей Разглагольствования о будущей райской жизни Призывы побороться за советскую власть Но точно это не установлено А во что доподлинно известно Так это содержимое личного сейфа Свердлова До него добрались только в конце 30-х Практически через два десятилетия После смерти Якова Михайловича Тогда он уже был причислен В первой когорте ушедших в мир иной Борцов за народное счастье Можно сказать, канонизирован по-большевицки Так вот в сейфе оказались бриллианты Сафиры, изумруды, изделия из золота В большом количестве А еще паспорта для Свердлова и его семьи Паспорта европейских стран Разумеется, не на фамилию Свердлов Один из вождей Предусмотрительно готовил себе путь к исчезновению В случае, если в гражданской войне Большевики потерпят поражение Само собой, в кремлевских кабинетах Данные о предусмотрительности Свердлова Объявились страшной тайной Яков Михайлович оставался Одним из рыцарей революции В его честь называли города, городские районы, предприятия Не стал исключением и наш город Ведь Яков Михайлович бывал в Перми Никита Чернов, телекомпания «Ветта» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова